Ну вот, все, поставили мы запись. Вот еще раз немного расскажите, пожалуйста, о предвоенных годах. Вот то, что перед войной. То есть, казалось ли вам, что война приближается, что вы думали о войне в Испании? Вот об этом расскажите, пожалуйста. Перед войной кончил 7 классов. Никакого ощущения не было, думал дальше учиться. И вот, значит, в 1941 году, 22 июня, началась война. Ощущение какое? Всех заставляли работать. Я работал в колхозе. Это Сердобский район, село Перхурово, колхоз имени Сталина. Вот, и вот все время мы занимались только работой, творчеством. Был я, значит, на два года на лес заготовки, посылали. Был вот 14 лет, 15 лет заставляли работать как взрослого мужчину. Вот, в 1941 году мать послали окопы копать, противотанковые рвы. Вот здесь, в Шемышевском районе, село Воробьевка, ее послали. Вместо нее я приехал. Ну, там вот время было перетрубаться, я уехал, у меня хлеб, продовольствие все украли. И я пришел домой из всего. Короче говоря, голодный, холодный, приехал домой. Вот первое ощущение. Значит, что делали мы в колхозе? Днем и ночью остался хлеб неубранный. То есть, косами скосили, снопы, вометы там и в доне сложили. И все. Зима, хлеб надо убирать, мыши развелись все. Вот хлеб и цепами молотили, и были сложные молотилки деревянные. Это значит, производство такого, во времена еще, НЭПа их строили. Вот. Работали день и ночь. День работаешь, день будет. А ночью иди вон, молотить, молотить, цепами молотили. Вот вся жизнь такая прошла. Предвоенная, вернее, военная, в начале войны. В начале войны, да. Вот когда началась война Испании, сколько вам было лет? И вот вообще, что вы об этом думали? Меня взяли? Что вы об этом думали? Вот столкновение с Японией на Халхенголе, на Испании? Я в это время был, не учился, а воевал на севере. И вот сейчас много слышат, там Северный флот, там Североморск. Раньше Североморск не было, Ваенга была. Вот, в этой Ваенге мы находились. Попал я, значит, на американский крейсер в Мелевооке. По договору Ленда Лиза, по репатриации, нам передали его на время войны. И я служил на нем до 49-го года. В 49-м году, Холодная война, значит, делили немецкий флот, итальянский флот на четыре государства победителей. Значит, в числе были, значит, Россия, Советский Союз был, значит, Франция, Америка и Англия. Вот. Они не брали свои вот самые, им не нужно, у нас не было флота на север, ничего не было, кроме вот этих самых американских и английских линкоров, Архангельск, вот, Мурманск и Архангельск. И лидер Баку, лидер, это значит, ну, как вам передать, эсминец, он, как лидер большой, усовершенствованный, там на нем оборудование было, и больше ничего. Были там урицкие и еще два эсминца, они на угле, угольные были, вот война была на севере. Но, но на севере был очень могучий подводный флот. Вот в северном, это, в Кольском заливе, от Рока, когда выхода, Хольф, вправо, значит, Полярный. Вот там находился очень качественный и современный подводный флот, который громил немецкий, вот, может быть, слышали, линкор Тирпиц. Да, конечно. Вот этот самый Лунин, капитан третьего ранга, командир этой подводной лоты, К-22, К-120, я уже забыл, 20 или 22. Вот, мы находились, наш крейсер берегли, как зимний цивок, потому что после войны мы должны золотом платить. А этот крейсер, он был старого типа, в 24-м году построили его. Но модернизировал, модернизацию прошел он в 40-м году. Там стоил совершенствованный прибор и прочее были. И берегли, как зеницы улока. Мы ходили, значит, по Кольский залив, он примерно 70-80 километров. От Мурманска, Североморска, или раньше Ваенга было, 35 километров. Мурманск мы охраняли. Ни один, ни одна бомба, ни брошенная из самолета, с немецкого, не попал на Мурманск. Он в Мурманск не пострадал. Стреляли мы из главного калибра за 20 километров по целям немецких. И больше, когда война кончилась, весь Кольский залив был, было приливы, отливы, штормы, штормы, затаскивали мины. Война кончилась, вот эти мины, я был, значит, участвовал, спортом занимался, на шлюпченых соревнованиях. Вот этот Кольский залив мы на веслах проходили весь. И вот мы эти мины подрывали. Очень много рыбы было, правда, и рыбу привозили на корабль. Вот все. Дальше. В 49-м году был приказ. Приехал, значит, Николай Герасимович Кузнецов, командующий флотом. Вот. Он сказал, говорит, так и так. Вы собираетесь, набираете команду, вот, команда была от крейсера 800 человек, вот 30-50 человек, пожалуйста. И вот эти 350 человек, наша команда собралась в 49-м году. Это было в феврале месяце. Мы вышли по направлению Америки, город Филадельфия. Вот в Филадельфию мы, значит, должны попасть, значит, с заходом в Англию. Это город Порт Смут, Караевская база. Вот. Там мы, значит, заправились. Голючим, да? То бишь провизион. Нефтепродуктами. Вот. А продовольствия у нас было достаточно мало. Я, вот, как, короче говоря, за все, всю службу на этом крейсере, да, там был трехгодичный запас консервов. Все возможные. Что тебе надо? Были, значит, и шоколадные консервы, и беконы всевозможные, колбасы и прочие. Запасы, они очень хорошо относились к Трем. Когда вот Труман, это времена Рузвельта, Труман, когда стал президентом, объявили холодную войну, и нас начали прижимать. Уже считали, что не Россия, не Советский Союз победил, а победил Америка и Англия. Вот. Это было. И вот, когда Николай Герасимович сказал, говорит, так, а так, служит только мою команду, потому что очень много шантажей было. Когда мы шли, значит, в Англии были мы 23 февраля, и уже в марте месяце, мы 8 дней там были, ну, мы были, ходили, вернее, на автобусе ездили вот в Лондон, вот по площади проехали, 80 километров, там трасса хорошая была, автобусом раз в раз, много автобусов, а мы стояли там 8 дней были. Вот. Там стоял этот самый музейный линкор, вот американский, немецкий самый, как его, английский. Ну, ладно. Завоеватели английской империи. Вильгельм завоеватель? Голова забила. Ну, ладно. Вот. Пришли мы, значит, в Америку, не доходя Америки, встречает нас три корабля в ночное время, дает, значит, семафорит судно прекратить движение. У нас связь была с Москвой. Вот это Николай Герасимов Кузнецов говорит, слушай только мою команду, никому ничего. Ни в коем случае не останавливайтесь. Будут стрелять, отстреливайтесь вы. Ну, что же, здесь командир корабля, Рудаков Олимпий Иванович у нас был, капитан первого ранга, прошел. Я был артиллеристом, но у нас было очень мало было, потому что нас больше 50% списали с корабля. И мы, короче говоря, 50% на пушках, главного колеба, зарядили пушки. И вот три с половиной часа мы шли, и вот справа, и слева, и один сзади корабль. Все. И мы не останавливались. И вот, когда рассвело, они, значит, в сторону, разошлись, и все. И вот мы пришли в Филадельфию. Филадельфия нас не приняла. Значит, там есть город Луис, река Даллавер, вот в реку, там, ну, река впадает, вот самый, в Атлантик, в Атлантический океан. Вот мы там стояли, и вот время мы, значит, простояли мы 10 дней, наверное. Короче говоря, в марте месяца, в марте месяца мы, значит, смена посольства была, турболитроход Вячеслав Молотов подошел к нашему кораблю, погрузились мы, и все. Ну, во время перехода Атлантики было очень много штормов. Циклон прям сильный, у нас вот были два этих самолета, один самолет разбили, разбили, и две шлюпки разбили тоже. Свалились со штапелей и начали туда-сюда. А я был в этом самой в аварийной команде, вот мы цепями, тросами, лебедками к борту или к надстройке какой-нибудь подтащим, И вот мы пришли, и нас охраняли, охраняли, вот мы там 10 дней с лишним были, охраняли день и ночь, вот. Два катера, один с правой стороны, другой с левой, ночью, ну, были, случай такой, чистили на кампусе картошку и кружуру бросили. И они все фотографируют, все передают. А это, военный, это шею, там, полковник, они теперь после этого тралить будут и водолазов спускать будут, чего там бросили, и все. Вот. И после, значит, мы вошли в Черное море, не Черное море, а вот в Средиземное море, в Италию, итальянские корабли принимали. Вот мы пришли, значит, Гибралтар прошли, пришли, к берегу Италии, так, а так, Вен, Аташе пришел, вот так, а так, занимаются эти самые наши солдаты, минеры. Все, говорят, корабли заминированы. Вот. Ну, пока разминировали, а нам мы направили, говорят, езжать, здесь два буксира есть, будем буксировать, мы буксировать все в Одессу, и в это самое Николаев, и в Севастополе. Вот. И в Севастополе мы, значит, дождались крейсер Керчь пришел, и линкор Новороссийск. Вот, может быть, слышали это? В Новороссийске я, значит, служил. Я немного послужил, потом меня перевели на этот. Я имел три лычки, старшной башни, вот я старшной башни был, а на Керчь там было 152 миллиметров, там 305-миллиметровые пушки были. Ну, все, и ушел. И дембилизовался в 1951-м году. Прослужил я 7 лет и 8 месяцев. Вот, в 1951-м году дембилизовался, с этого с крейсера Керчь, на крейсер Керчь я служил. Ну, что ж, дембилизовался, приехал в Пензу. Жил сначала на Поповске, боевая улица, вот, потом сейчас Павлушкина улица, раньше была Лермонтовская улица, на Третьей Пензе. Вот, и вот здесь работал я 9 лет на велозаворе, слесарем работал по ремонту автоматов. Кончил стрейтами техникум, работал начальником цеха завода КПД. вот. Спасибо. Вот еще, знаете, хотелось бы узнать, как вы узнали о начале войны и как вы узнали о начале войны? Ну, как я узнал, узнал, пришел, у нас сельсовет был, сельсовет приехал с Сердобска, 35 килом на лошади, верхом, все эти самые колхозы объезжал посыльной. Война началась и все. Вот так мы узнали. Там в деревне не было ни радио, ни света электрического не было. Ну, страшно, наверное, было, да? С коптюшкой, да. Люди, наверное, как люди вообще реагировали на это? Что? Как вообще люди реагировали вот на такое сообщение? В ужасе, наверное, что? Что реагировали? Вы же не знаете в сталинские времена, как реагировали? Я был репрессированный. В 34-м году нас отца мы в Саратской области были. Я вот, значит, в Саратов 10 лет сразу дали. А нас в поле это было в ноябре месяце, зима была в поле. У нас брат мой с 29-го года и я постарше его. Я же с 27-го года. Мне же сейчас 84-й год идет. Вот. Еще же мы два месяца прожили, все заболели, зашелудили. мать нас забрала в Севердопск и в Пензу здесь. За маяком есть Калашный Затон, может, слышали? Вот в Калашном Затоне где Сосновка. Вот в Калашном Затоне жили мы у старика. Папина мать умерла. Вот. Дед старик молодец, хороший. Мать у моей матери было кольцо, отдал за похороны все это. Лошадь у него была, на лошадь отвезли в Терновку. Похоронили бабку. Прожили мы здесь два года почти что. Нигде не работали, ничего. Ходили, побирались на маяк. Раньше Сергеевская фабрика была. Вот. На маяке, значит, там зажиточные люди были. Кто картошку, да, кто кусок хлеба. Вот. Господи, помилуй, впадайте в Христо ради. Расскажите, пожалуйста, вы сказали, что когда война началась, вам было 14 лет. Война началась, мне было сколько, 14 лет. Совершенно правильно. А я, как вы были призваны в действующую армию? В 44-м году меня забрали. Вот. Раньше в армию на фронт брали в два периода. Вот. В начале, вернее, первый половин года рождения. Я вот в первые половины года в мартимейце рожденный. Меня сразу забрали в 44-м году. А 26-й год тоже брали осенью и весной. Как сейчас призывают, так и брали. последние. 17 лет исполнилось и сразу забирают. Скажите, пожалуйста, а в каких сражениях вам пришлось участвовать? Вот я говорю, вот только на севере. встречали раз только караваны. Вот. Встречали. Это уже конец войны. Днемец ослаб, а то он свиреп стал очень здорово. Там же все острова забрал. Это в летнее время. Потому что Баренцево море не замерзало, а вот Белое море замерзало рядом Архангельск чуть немножко. И скрозь весь север морской путь весь был замерзший. Ходили, ну, раньше ходили самые ледоколы, но они не ходили. Очень они сейчас современные ледоколы атомные. Они в любое время ходят. Скажите, пожалуйста, вот вы могли бы рассказать какие-нибудь эпизоды из военных действий такие особенные яркие, которые вам больше всего запомнились может быть? Ну, какие? Ведь я ни одной высоты не брал. Раз у нас на корабле было 850 человек. Жили мы дружной семьей. Вот с этого с Мурманска до Ваенгельс Северомородска 35 километров. Вот когда мы пришли сначала в Архангельск на этом самом в Архангельск поезд паровозы ходили раньше чуть-чуть до Архангельска с Архангельска вторая лесобиржа вот на второй лесобирж вот самый ты е-мое вот этот самый вот вот на второй лесобирже мы примерно около полмесяца мы жили в бараках там этих самых острова там острова и горы ходили березка маленькие натаскаем и топим мы и там у нас короче говоря целая команда а потом уже Соловецкие острова на Соловках в монастыре вот три месяца там были и Соловков обратно на вторую лесобиржу пришел этот самый сухогруз ну эти самые корабли сухогруза нас погрузили значит пятьсот человек на север один танкер один танкер на новую землю на новую землю доходя новой земли тот танкер потопили а мы уцелели и вот пришли на американские корабли сколько вы прожили в монастыре на Соловецких монастыре жили а монастырь действующий был нет во время войны там была школа юнгов а нас подучить немножко мы же были целожата не знали чем ничего нас подучили как ходить на корабле во время боевой тревоги если в нос по правому борту надо бежать а в корм по левому борту иначе разобьют упадешь или затопчут еще вот тоже иногда встречался с людьми которые воевали они многие рассказывали рассказывали такие случаи ну как сказать кого-то допустим мама была высловила с иконой который человек всю войну прошел с этой иконой с верой и попадал в такие ситуации которые выходят из можно назвать маленьким чудом были ли у вас такие ситуации нет нету с мамой я тебе рассказал три года мучились нас выселили и вот я меня репрессировали а реабилитацию прошел я в Пензе вот пошел в этот самый здесь недалеко этот самый архив областной нашел справку написал заявление так и так вот потом на Пензе встретил вот Гуликов вот сейчас он в этом в доме да старший Гуликов он был милиционером старшим сейчас по-моему вот милиция у меня есть специальная справка удали тоже реабилитации потом в Сердобск съездил подал заявление в суд нашел эти свидетелей и с них вот за ущерб мне 10 тысяч рублей я с них взял только все а у отца были значит ну там корова дом эти самые овцы были лошади были все спасибо вам скажите вот какая минута день вот события вот за время войны вам показалось самым тяжелым в конце войны война кончилась очень много было пленных немецких строили Североморск Североморск там же не было была деревня ВНГ фундамент копали и прочее немцы и наша рядом вот вот с немцами разговариваем как вот сейчас мы с вами где ты воевал я не воевал я с автоматом не был ни один немец не скажет что стрелял он там все приносили им эти самые махорку махорку не курили а приносили им махорку один говорит так и так все в кучу не бросайте пусть по одной пачке давайте всем а то один капиталист другой значит нам не даст он если корабль руки дадут значит все он не даст вот немцы какие были скажите а какое событие вам запомнилось как радостное какое событие вы можете вспомнить как самое радостное самое радостное событие дембилизовался я вот дембилизация самая радостная была у меня семь классов было образование война кончилась меня агитировали вот самые вернее в училище на офицера я ни в коем случае не ставил меня так и так пошел на увольнение ну выпили немножко я говорю я не могу я выпиваю ну отбязался это радостно было ну во первых я во первых я вот здесь в пензе живу я ну нормально жена у меня 50 лет прожили с женой есть у меня сын в пензе здесь живет вот недалеко от этого но он в котель живет дочь вот она иконов навозила кончила на институт культуры в москве и работа после института она работала крол была это самое оркестр в кроле джазовый оркестр и вот когда эта пертурбация пошла они три девчонки пошли в церковь она сейчас работает этим как вот церковное название церковной лавке где-нибудь да? нет чем он занимает? ну поют поют певчи певчи на клирсе вот скажите пожалуйста что вот для фронтовиков вот людей которые каждый день ну в общем-то смерть в глаза видели да что вот для вас было источником мужества мужества не понял что для вас было источником мужества ну вот что сила давала вот как-то каждый день поддерживала вот я не досказал то что мы строились встречались там с этими с немцами да мы на рейде стояли все корабли большие они на рейде бочка к бочке значит да сиди 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 все 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 мое никому не нужно я говорю заберите все не надо никому вот все я живу один и вот мы шли ветерок а ноябрь месяц был туда-сюда туда-сюда нас 40 человек в бархас и перегрузили его немножко ветерок наплескал водички водички туда-сюда и пошли шинель утопил этот самый шапку ботинки все многие у нас все же ну там все и нас спасали а рядом стоял линкор на другие корабли и все спасли и на корабле аккуратно на корабле куда-куда в лазарет в лазарете полежали утром ну думаю грамм по сто хоть дадут водки ничего все стали и не болели ничего лежали целую неделю пока там спишут нашему имуществу а пришел командующий северным флотом забыл фамилию так и так кто лежат на гракойках так и так вот утонули чуть не утонули спасли ребят а почему они лежат да вот шинели потопили шапки и все а почему интендант давай интендант сюда почему не обеспечил немедленно на базу привезти и одеть их на второй день одеться раз вот вот это был случай все нас 40 человек минут нам 15 плавали без сознания не помним а вот держались там никаких не спасательных бушлат не было ничего вот так вот этот случай хороший один второй случай тоже во время стрельбы и вот недалеко бомба взорвалась немцы тоже бомбили и сбросило на вот нас три человека бросили себя мы спасательный круг и вот что получилось все вытащили меня помыли все нормально все не дали ни сто грамм ничего все живое осталось вот скажите а вот вы можете рассказать о каком нибудь подвиге который на ваших глазах случился там какой-то неординарный может быть случай ну какой подвиг 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 вы можете не одиночки мы же на корабле там все один за одного ну да естественно естественно имеется первый раз поселили нас 152-миллиметровые пушки по бордам каземат а наверху два с половиной метра койки были вот нас молодых заставляли спать там вот прыгнешь раз ложись спать спать вставать ты в туалет захочешь ночью спускаюсь и пошел вот занимались как спортом понимаете вот может я из-за этого так долго живу у меня все ребята моложе меня все умерли скажите пожалуйста вы можете рассказать о своих наградах вот ну награду просто я к сожалению не разбираюсь в планках да за что и какая для вас всего дороже самая дорогая мне награда это медаль советского за оборону советского заполярья медаль это самая дорогая орден второй степени отечественной второй степени ну и все остальные побрякушки я их и не считаю вот дальше гражданские орден знак почета вот с лениным за как он называется ну медаль тоже давали гражданские гражданские две медали и это самый орден знак почета вот остальные эти самые юбилейные люди носят я их не носил думаю надо их повесить вот медаль 300 лет флоту российскому ну я тут как ветеран я проработал 53 года то что вы сделали свое время это никакими медалями оценить неоценимое это все да 53 года проработал вот и нормально сейчас пенсию я на хорошие получаю нормальные один живу ну хоть и это слава богу хорошо скажите а вот когда вот вы воевали у вас были сомнения в победе то есть было такое что вот мы не победим мелькали такие мысли в то время сомнений никаких не было если сомневается человек рядом сосед или товарищ он тебе продаст потому что в советское время были особняки особый отдел работал не только что допустим в армии а на заводах на заводах чуть неправильно сказал раз сообщат вот меня раз вот перед тем как идти в Америку да особый отдел раз вызывает ночью так и так старший лейтенант Сергеев фамилия его ну что прихожу вы на какой улице живете в Пензе я говорю на боевой а он на красной а как земляки я вот по вопросу ты наверное не знаешь о том что ты раскулаченный как кулак и не не подтверждешь что ты реабилитацию получил я говорю я не знаю ничего вот так я уже с Москвой связывался о том что ты реабилитированный реабилитированный в 31 году и вот я когда пошел туда вот самый ой е-мое забыл в архив в архиве в архиве я вот так вот так ну все правильно скажите пожалуйста в в 941 году когда война началась вот как вы говорили вам 14 лет было скажите вы знали о положении под Москвой о том что враг уже вплотную подошел к столице как же не знали в сельсовет приходили каждый вечер газеты читали я же 7 класс кончил читал вот прям что какие вот чувства это у вас вызывало что вы об этом думали что что вы об этом думали какие чувства это у вас вызывало думали что победа будет за нами как Сталин сказал враг будет развит победа за нами а вы слышали речь молотова 22 июня и речь Сталина 3 июля слышал 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 он все как предки воевали всех там и Суворус и Кутузов встретил вспомнил что вот вы тогда не думали об этих словах об этих словах ну как же не думать думаю что мы были в это время конечно слабые но когда набрались сил уже в 42 в 43 тогда уже было ясно что мы победили а то что первое время не знали скажите пожалуйста вот вы могли бы немного рассказать о своих командирах под чьим началом вы служили вот кто из них вам больше всего запомнился например ну вот я о командире вот сюда Родаков Олимпий Иванович командир капитан первого ранга выписывал я журнал и вот журнал этот самый как его троємо вот понимаете зашкалило ну не суть важна не суть важна в журнале смотрю раскрытые и портрет Родаков Олимпий Иванович так и так Юрий Олимпевич командир противолодочного корабля династии Родаковых там и прочитал я ё-моё командир а Юрку это узнали у меня друг был Катышкин да Катышкин пойдём вот время не было чем топить вот это берёзы берёзы навозят берёзы такие кудрикаты корявые наробим к этому командиру корабля ходили жена его складываете ребят на лыры сюда 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 ну мы всё всё да зайдите на парём кучкин а он говорит я скажу папе как ты матрос угощаешь водкой вот я вспомнил вот Юрий Олимпевич командир подводной лодки нет он командир противолодочного корабля вот ещё вопрос вот во время войны кого вот вы и ваши товарищи считали самым выдающимся полководцем Кузнецов Николай Герасимович вот кстати в 47 вернет да в 47 году после войны были мы значит на учениях в Белом море летом ну летом аккурат куда куда вот в Архангельск ходили на увольнение а в это время армия Рокоссовского была тоже на севере отдыха после войны на отдыхе были и там получилась драка там одного значит солдата убили и матрос двух матросов ранил здорово там голову разбили в колодец бросили понятно ну что это ЧП и аккурат был раньше голос Америки сейчас голос Америки не работает он голос Америки передает так и так после войны Заварухов в армейских частях Советского Союза Ну приехал Рокоссовский и Николай Герасим Кузнецов всех офицеров командиров кораблей всех собрали в круг а у нас у нас был каземат ну вот две таких комнаты вот свободный был и пушки кругом 19 метров ширина была корабля и вот значит они осуждали и вот сначала Рокоссовский говорил как вам не стыдно командир вы к чему мы воспитываем мы победили врага а сейчас между собой начали драться ну и что все потом Кузнецов начал говорить вот видел а я в это время был на вахте и вот на койке а у нас там от койка были химомущества я в химомущество отдыхал и вот все это видел все это видно видно всех видел прямо как сейчас помню Рокоссовского этого Кузнецова и всех офицеров все командиры наших кораблей кораблей всех вот я видел что еще вот а ваше мнение вот о том вот вы еще говорите что считаете самым вдающимся полководцем Кузнецова сейчас ваше мнение я так понимаю не изменилось да не изменились конечно а че Кузнецов вот когда я же в 51-м году дембилизовался а в 55-м году взорвался этот самый линкор Новороссийск вы слышали? да разумеется вот Кузнецова из-за этого то и сняли то что а там не знаете что было их никто и не знает сейчас а это мстят эти самые итальянцы там итальянцы все-то делали взорвали на рейде на рейде был рядом госпитальный пристань рядом была и вот еще вот знаете на фронте были люди разных национальностей естественно то есть русские татары монголы все были у нас случалось взаимно Гибельшвили у нас был командир вот это отделение дальше Харибулин татарин Пшено Гречка все были украинцы и этот самый как их но я национально бывали так что какие-то конфликты случались на вот этой случались ли конфликты на вот почве того что нет никогда не было не ни в коем случае все друг друга любили уважали а вот по-вашему что объединял их вот что такие чувства вызывало такие дружеские братские чувства ну кто объедял я на этот вопрос не могу общую победу объединяющим одна цель единственная верно молодые правители молодцы они буквально заставляют молодежь думать как лучше модернизацию произвести как лучше вывести в лидер наше государство понимаете это самое основное молодежь молодежь сейчас надо старики были ну что были там был Брежнев потом Черненко этот самый зачем он три дня прожил и потом умер сразу все давайте нам хватит вам приходилось сталкиваться со штрафниками не приходилось я был дисциплинированный скажите пожалуйста ни разу не подвергался полицанию да в милиции ни разу не был и не сидел нигде раз только на губах сидел пять суток ну надо попробовать скажите пожалуйста а вы сталкивались со случаями дезертирства вот было такое среди вот в вашем окружении чтобы кто-то дезертировал да где ну да с корабля куда дезертируешь как же а вот дезертиров я до войны возил в Сердокск ловили вот деревне раз убежал один и жил во враге там выкопал в яму печечку сделал и подымкую зимой узнали так и так и потом его в сельсовет меня говорит везде в Сердокск за 30 километров возил оден без охраны без ружья скажите пожалуйста вы можете рассказать вот на фронте бытовые какие трудности были там какие-то бытовые трудности там бытовые трудности бывали у вас на корабле никаких трудностей трудность эта трудность бывает тогда корабль подобьют вот трудности таскать на весь материал чтобы дыри закупорить а вот когда такие проблемы возникали уже своими силами занимались реставрацией ну то бишь пробоины были или что-то было ну это ученики были делать ученики а вот такой вопрос известия из дома приходили до корабля или как это ради телеграммы передавалось нет не приходили из дома не было не приходили ясно еще такой вопрос отдых у вас в чем заключался вашу отдых отдых ну во время да как это проявлялось ну что отдых книги во первых у нас там была хорошая библиотека книги читали шахматы шашки красный уголок был пожалуйста на корабле это больно это так это на корабле прекрасно тепло было хорошо а американский корабль он в бытовом бытовые условия очень хорошие понимаешь бытовые условия очень хорошие во первых вот эти бритвы электрические они пошли лет 15-20 назад а в то время было там у них постоянно бритвы машинки электрические парикмахерска постригали машинки электрические ясно так что еще вот тут вопрос такой есть где и как вы встретили день победы 9 мая 45-м где это произошло и какие переживания эмоции чувств вот день победы был в таком порядке это дело было роста это пригород мурманска проходит значит эти самые причал он километров на 5 от причал вот этот причал проходит на росту в росте там специально для моряков из эти самые клубы были но условия для отдыха скажем так все и все было а мы стояли вот время нас снесло коррект самый якорь атор оборвался да и один винт погнули а там что были там доки вот в доке мы стояли из док а рядом корабли ну английский американский там подбитые корабли стояли на рейде никого там охрана только была больше никого и вот это самый а весь мурманск он аэростатами загорожен воздушное заграждение и вот начали там стрелять 6 числа 6 мая американцы значит так черный дым так клопком все второй третий мы с этим офицером в чем дело ну вот не знаем никто не знает потом этот самый командир политической части капитан второго ранга товарищ капитан в чем дело говорит наверное ребята война-то кончилась на пяток не сообщает ну вот через два дня уже сообщили так и так вышли мы там укрот был плац ну деревянный это ну настил деревянный настил от этого от причала вот и начали там тренироваться маршировать и укрот и раз и взрыв два человека впереди меня ё-моё одного человека вот в этой части унесли его а второй рук а мне рядом вот вот это вот осталось последствия он остался здесь находится осколок да а что что случилось почему произошел взрыв слушай слушай дальше я значит прихожу к майор Чельцов товарищ майор у нас медслужба так мне надо на рентген в чем дело какого рентгена а да 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 рентген показал я говорю что операцию делать надо не надо никакой операции потому что здесь нервы проходят у нас раньше не было нервхирургии хирурга нервохирурга тебя ничего не мешает не мешает а вот так нажмешь больно и вот все дальше чего получилось раньше все это говорили это раньше не сообщалось очень много было тоже этих террористов кто это заложил тоже взрывное устройство деревяшку там кто это выпилил деревяшку и туда заложил взрывное и вот пока тополь 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 на тополе и взрыв получился ясно ясно что еще нам все саш да батарейки у нас спасибо вам большое долгих вам лет жизни крепкого вам здоровья да стараюсь вот хожу на дачу вот приду посмотрю полью немножко опять приду в 9 часов я уже дома в 6 часов ухожу а в 9 дома на морковке дачу ну ладно спасибо большое пожалуйста